Здравствуйте, товарищи, братья и сестры рабочего класса. Меня зовут Наталья Шубенко, я являюсь членом Независимого профсоюза горняков Украины, города Кривого Рога. Насилие над женщинами во время войны на Украине является серьезной проблемой и нарушением наших прав. Вооруженные конфликты непосредственно влияют на жизнь и безопасность женщин. Насилие может включать физическую, сексуальную и психологическую агрессию, в том числе насильственные половые акты, изнасилования, насильственные браки, пытки. Сохранение женщин от насилия во время войны имеет критическое значение для защиты наших прав. Международное гуманитарное право запрещает насилие и особенно уязвимых групп, в том числе это касается женщин и детей. Однако, несмотря на международные нормы и национальное законодательство, насилие над женщинами во время войны все еще продолжается. Решение этой проблемы требует совместных усилий правительства, правоохранительных органов и общественности. Необходимо разработать эффективные стратегии, которые включают в себя ранее предотвращение насилия, оказание помощи пострадавшим женщинам, наказание виновных и обеспечение доступа к правосудию для жертв насилия. Ключевыми аспектами решения этой проблемы является осведомленность общества и образование по вопросам гендерного насилия и прав женщин. Женщины должны быть поддержаны и защищены, а насилие должно быть недопустимым и осуждаемым обществом в целом. Организации, работающие в области прав человека, защиты женщин, играют важную роль в борьбе с насилием над женщинами во время войны. Они предполагают поддержку пострадавшим женщинам, обучают общественность и правоохранительные органы, собирают данные о насилии и поднимают эту проблему на международном уровне. Особо хочу отметить роль независимых профсоюзов, в рядах которых много лидеров, и это женщины. Профсоюз обязан быть на защите женщин, на защите их детей, на сохранении целостности семей. Важно признать, что предотвращение насилия над женщинами во время войны – это долгосрочный процесс, требующий системных изменений в обществе. Это связано с изменениями отношений к гендерным ролям, образованием у равноправия женщин и мужчин, а также укреплением законодательства и его эффективной реализации. Только совместными усилиями можно сделать шаги к созданию мира, свободного от насилия над женщинами во время войны. Женщины против войны. Нас может сберечь только взаимная солидарность. Нет войнам до спокойной жизни. Спасибо.